Так, кого мы будем продлинать? Естественно, Миноса Хренинаса. Видимо, он проклят, на 3 секунды не может... Опа-на! Я взлетел вместе с Буварком. Вот это прикол. Буварк! Я катаю Буварка! Вот это прикол! Вот только правда он умер. Но было весело. Ой, японский вот такой. Приветствую, бойцы! Как дела? Как настроение? Давайте сегодня покатаем на новичковском аккаунте. На этом аккаунте я делаю упор на Ровану и на Блица. Рован имеет вооружение прокачки 12 МК1. Но, к сожалению, пульшер Т не сильно актуальное вооружение. Чтобы оно более-менее неплохо отыграло, нужно стараться получить умение у пилота меткий стрелок. Оно у меня в формате Т3, фиолетовое, и увеличивается кучность на 20%. Впоследствии, где-то когда там в будущем, в отдаленной перспективе, я переведу формат Т4. И кучность увеличится на 25%. Великолепно! Перевод стоит 2000 голды во время акции, которая действует, так говоря, сейчас 1800 голды. Экономия 200 голды. Давайте посмотрим на Блица. Блица у меня, соответственно, 8-го левела. Вооружение 11 МК1. Последний Магнум с 10-го левела поставил на 11-й. Прокачивается в серебро потратил. Процесс запустился. Раздает дамаг данный парень неплохой, нехилый. Магнумы стреляют без перезрядки. Вооружение не сильно тоже актуальное. Есть, конечно, получше. Но данное вооружение Магнум вполне неплохо даже в Лиге Чемпионов отыгрывает. И стоит прокачивать его весьма немного. Поэтому я остановился на данном виде вооружения. Наташей не занимаюсь. Даже показывать не буду. Вместо фаерболов поставил 2 огнемета. Наташа у меня под замену. Найдется, получу, соберу хорошего нормального робота. Выиграю, возможно, в конкурсе. Сразу попрощаемся с Наташей. Это абсолютно не актуальный робот. Осталось пробежаться нам по новостюшкам. Пиксоников следует поздравить. А именно комьюнити менеджеров. Ютуб-канальчик достиг у них 2 миллионов подписчиков. Офигеть просто. Если вы до сих пор не подписаны, залетайте, подписывайтесь. Ссылку оставлю в описании. Как правило, когда, соответственно, такие круглые числа. 1 миллион, 2 миллиона. Пиксоники проводят розыгрыши. Поэтому не забывайте еще в социальных сетях подписоников подписаться. В фейсбук, вконтакте. И в раздел сообщества на ютубе у пиксоников заглядывать. Также в разделе сообщества, потому что у них появляются анонсы розыгрышей. Ну, не знаю. Как-то пока анонса не было. Но я думаю, должны быть щедрые призы. Я так полагаю, в пиксонике будет хорошо, если вы в честь 2 миллионов подписчиков 2 тысячи, допустим, Фридом Фафниров разыграете. Или, допустим, 2 тысячи Фридом Фафниров, 2 тысячи Мегалдуна Рочи и 2 тысячи Пилота Мани. Ладно, полетели дальше. Вот акции. Акции. Минус 25% по серебру. Вплоть до 18 августа. Налетайте, ставьте на улучшение. Все самое дорогое. И также легендарные дни. До 19 августа. Покупка опыта пилотов. Обыкновенные игроки не покупают опыт пилота. В бою зарабатывают просто. Повышение рангов. И увеличение навыков. На 10% дешевле. Вот было 2 тысячи голды. С Т3 на Т4 стал 1800. Вот как раз эта акция работает. И в тренировочном центре только легендарные пилоты. Когда мне нужно получить нужного пилота. Допустим, я хотел получить Кайло Роджеса на Хока. Вот я ждал легендарные дни. Заходил в центр наема пилота. За рекламу обновлял. За 50 голды обновлял. И соответственно в итоге получил легендарные пилоты Кайло Роджеса. Полетели дальше. А дальше очень классный видосик. Вышел у меня на канале. Залетайте, смотрите. Новинки игры War Robots. Там соответственно нас ожидает что-то крайне интересное. Ивент будет с матрешками вместо лутбоксов. Не сундуки будут в коробке, а матрешки будут открываться. Новые соответственно измененные Титан Муромец. Измененные пушки Кистон Булава. И соответственно внешний вид получается как... Ну вообще ивент переурочен к старославянскому стилю. Соответственно будет данный Титан выглядеть как в Мегарыныч. Вообще просто. Ну и соответственно пилот на ФАВ Мира. А не, не, не. Это пилот будет у нас на Ревенанту нового робота. И пилот соответственно какой-то там кибер кокошник. В общем старославянский будет у нас ивент. Много всего интересного, оригинального. Вы хотели старославянское? Получайте. Не все же американские ивенты проводить. И еще. Не забывайте подписываться на канал Воробос Аккаунт с нуля. Там соответственно чисто тематика для новичков. Ролики для новичков. Будут обучение, прокачка, советы и так далее. Сегодня там я выложу информационное видео по розыгрышам. 200 Мегаладон Орочи, 200 пилотов Мани и 200 Фридом Фафниров. Поэтому не забывайте ссылка в описании. Залетайте, подписывайтесь и изучайте информацию. А мы полетели воевать. Вот так Блиц смотрится спереди. Блин, классно, что можно смотреть на робота спереди. Пикционики придумали бы, чтобы как-то поворот можно было остановить и соответственно полюбоваться роботом спереди. Конечно можно, когда быстро камеру крутишь, посмотреть на лицевую часть робота. Но по-моему этого маловато. Роботы настолько в игре, робот красивый, что хочется даже там, когда в бою есть какая-то пауза, полюбоваться, посмотреть анимацию и так далее. Так, захватили маячок. Что-то моя команда какая-то вялая. Там лево, блин. И два бойца не загрузились. Хотя и у врагов тоже один боец не загрузился. В общем, проблемы по личному составу и у них, и у нас. И начинаем долбить. А это блиц вроде бы тоже. Да, это блиц, мой собрат. Только из красной команды. Он тоже стреляет по мне в ответ. Я убегаю. Моя способность закончилась. Сопротивление урона пропало, поэтому я пока отступлю. У нас один маячок. Но это не проблема. Тот блиц, как видим, очень сильно пострадал. У него есть овердрайвы. Они пока не включились, но вот-вот включится. Так, я видим, находим глушь в укрытии. И салави по мне стреляет. И абсолютно не попадает. Блин, ну правда я ничего не могу поделать, да? Опа-на. Посмотрите, он обнаглел. Пошел в атаку. Я тоже нажал на способность. Стреляю в стройные пушки. Подавляю его орудийной системой. Ну и соответственно имею к тому же 50% сопротивления урона. Так, нажимаем ремонт. И соответственно пошли на жесткий размен. Нихрена нас давят. Наша команда что-то не полностью загрузилась. К сожалению, бойцы бы куда пропали. Великолепно, великолепно раздалбливаются враги. Охренеть. Так, Соловей, разбойник. Пропил мне орудийной системы. Вот они красненький. Блин, Клинтон. Но сейчас мы заберем маяк по-любому, по-любас. Бамс! Вблизи напоминаю, встроенная пушка у Близа стреляет крайне мощно. У нее большой разброс, поэтому если враг находится далеко, конечно вы проклянете его орудийной системы, аппана, орудийной системы, но урона толка по врагу не нанесете. А вблизи там просто чудовищный дамаг. Поэтому, в принципе, имеет смысл на Блица поставить динамики. Ну, очень классные дробовики. Остальные дробовики сейчас что-то в современном мире, на этапе развития игры во робот-сокитания, ну не алё, и гаст, и хала, да? А в динамике, если поставить 4 штуки, это будет просто разрыв. А кто у нас там? Орочи? Орочи, давай, до свидания. Так, нажимаем ремонт. Бам! Бам! Посмотрите рывок. Когда вы видите большой рывок уменьшения хп у врага, это как раз встроенная пушка долбит неимоверно. Бью, бью, бью. Да посмотрите, робот не прокачан у врага, и от магнумов, 4 магнума, просто раздалбливают врага. Напоминаю, это вооружение дохлое. Тир первый. Блин, а у него пулеметы дохлые, и он тоже меня раздалбливает. Ура! Так, встроенная пушка, стреляем, 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 стреляем. Бам! Ура, стреляем, посмотрите, как я раздалбливаю. Что творит, блин? Такой веселый, позитивный робот, блин. Клинтон. Так, пофанились, великолепно. Можно брать Титана, но когда маяков нет, тоже лайфхакер, да? Кстати говоря, тот YouTube канал создан специально для новичков, но пока все ролики выходят на моем основном канале Киберсоник. Потому что тот канал абсолютно не раскрученный, про него по факту никто ничего не знает, не заходит и так далее. И как более-менее он разобьется, наберется хотя бы 1000 подписчиков, а желательно больше, соответственно, там появится оригинальный контент. То есть все ролики и стримы для новичков будут выходить только там. На этом канале не будут выходить ролики для новичков, не будут выходить стримы для новичков. Здесь будет только топовый и середнячковый контент. Так что все залетайте и подписывайтесь на тот YouTube канал. Так, нажимаем ремонтик. Что-то как-то мне больно бьют. Что-то у красного дракона, по-моему, какие-то прокаченные пушки были. Я, конечно, не знаю, но что-то... Тулубасы. Нажали Астрал. Убегаем, убегаем, убегаем. У этого зеленого дракончика, когда он в воздухе, сопротивление урона, знаете сколько, товарищи новичокер? Не знаете. А у него 80%. Его невозможно убить практически. Уличай 90%. Приличного робота. Так, немножко лагал зеленый дракончик. Пожалуйста, не лагай, а то у меня в бойму не хватит. Хватило! Как раз на КДшку ушел. И вот вторая проблема данного вооружения. Первая, напоминаю, гигантский разброс. Вторая проблема. Чересчур долгая КДшка. То есть перезарядка. На игровом жаргоне КДшка означает перезарядка. Так, этого мы сможем убить? Наверное, нет. Поработаем кому лучше по шеллу. Я нажал ремонт, у меня возросла атака. И, соответственно, по мне стреляет титан. Поменьше повреждений я получаю. Сейчас мы будем сливать нашего робота. Робота-тобота. Ломаю-ломаю щиты. Так, и все, скидываем. Сменить. Появимся, наверное, здесь. И сейчас мы АО Минго отпинаем. Нажали запрет использования способности. Он не сможет полечиться. Полетели мои ракетки. А, фу ты, блин. Это же другой аккаунт. А я привык на уже Atomic Sonic, что у меня здесь кисты на булава. Здесь у меня же просто пулеметы. Но просто пулеметы тоже ничуть-ничуть не слабже добят, чем кисты на булава. Просто механика другая. Можно на кисты на булаве вообще в укрытии сидеть. Не высовываться. А здесь надо, чтобы был прямой контакт. Так, кого мы будем проклянать? Естественно, Мина Сахарнинаса. Видим, он проклят. На 3 секунды не может... Опа-на. Я взлетел вместе с булавом. Вот это прикол. Булак! Я катаю булавом. Вот это прикол. Вот это правда он умер. Но было весело. Ой, хипунский вот такой. Так. Ну и, блин. Да. Так. Сейчас мы тебя будем убивать. Через 3 секунды я буду взлетать, тебе будет хана. Да? Давай, взлетаем. Я ушел в невидимость. Если у него нет глазика, ему хана. Блин. Ему не хана, потому что он в укрытие залез. Слева, справа долбим. Так, нажимаем запрет использования способностей. Все, он не может воспользоваться своими способностями. Но, к сожалению, это всего лишь происходит... О, стреляет, стреляет, негодяй. Всего лишь на продолжение 3 секунд. Ай, мне нужно приземлиться. Все, опускаемся пониже. Ну, не приземлиться, а опуститься. Напоминаю, что коррозийные пушки, даже если ваши оружейные системы прокляли, коррозийные пушки стреляют без потери по эффективности. Именно дот-эффект запилили. Именно дот-эффект без всякой потери происходит. Наших что-то зажали, бедненьких. Бедолаг. Блин, Клинтон. Блин, Клинтон. Тут обороняет маячок этот, да? Что мне нужно делать? Мне нужно, скорее всего, идти вот сюда вот. Я потихонечку иду. Артура запилили. Так, нажимаем запрет использования способностей, чтобы Медуза не могла никого полечить и получить сопротивление урона. И сейчас начинаем ее активно долбить. Долбим, 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 долбим. Ну, к сожалению, у меня, у данного робота умения Титана, умения не прокачаны. Поэтому проклятие мое работает всего 3 секунды. Еще раз нажимаем проклятие. Все, оно сработало. Запилили. И быстро, быстро, быстро. Ну, по меркам Титана быстро это как-то в атаку, да? Не знаю, там километров 20 или 30 я иду в час. Ну, в общем, без промедления резко заходим на маячок. Ох ты, Хок у него. У тебя Хок, да? А у меня Титанчик. Проклинаем мы Хока. Он не может, соответственно, поремонтироваться, уйти в астрал и так далее. Также проклятие сработало и на Миноса Хрениноса. Долбим, 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 долбим. Он меня долбит в ответ. На жесткий размен мы с ним пошли. Запрет использования способности. Запилили! Великолепно. Правда, мне потравало пушечки. У меня, знаем, что в ангаре имеется, имеется в ангаре у меня Наташа, да? На ней особо по маякам не побегаешь. Ну, у врагов закончились роботы. Великолепно. Да, возможно, вместо Наташи поставят сталкер. Видите, какая ситуация была интересная. Триллиант! Это что такое? Такого не может быть. Где максимальный урон? Ну, конечно, я подлечился, да? Всякие там ремонты и так далее. А так у меня урона 2684 тысячи. Охренеть! Вот это я настрелял. Ну, полетели дальше. Вы не забывайте, кстати говоря, подписываться на канал. И на этот, и на тот. Ставить лайки и так далее. Все по стандарту. Если вы хотите больше контента. Если вы хотите разнообразного контента. Более качественного и так далее. Полетели мы дальше. Следующий бой начинается. Я не знаю, куда они пойти. Думаю, давайте я рискну последними зубами. И быстренько прибегу на центр. Опасно, конечно. Опасно, опасно. Ну, я успел, да? Еще пока способность моя работает. Все, сопротивление урона пропало. Меня начинают бить. Маяка захватил. И отступаем, отступаем, отступаем. Ну, потерял я процентов 2-3 хп, да? Ну, немного, немного, немного. В принципе, ну, захватил вот тут ключевой маяк. Очень, очень решающий, важный маячок. Там ауджи. Ауджи на кламмитех. Опасное животное. А там у нас вроде бы как орочек. Ну, все какие-то очканавты, посмотрите. Все играют аккуратно, что-то боятся. Бам, бам, бам. Получите отдачу. Бах, орочек долбим. Пушки красные у него, видели, да? Красный, красный. Вот. Минус 75%. Запилил. Я говорю, близ, недооцененный робот. Так, лево вроде бы уснул. Убиваем лево. Опа-на, опа-на. Фенерир. Ну, с фенериром, конечно, большие проблемы будут. Крипто-фенерир. Он и красивый, и эффективный, и мощный. В общем, моя мечта. Я мечтаю Наташу заменить на фенерира. Так, ауджун, давай, до свидания. Пушки мы ему прокляли, но видели, да? Большой-большой разброс у моей встроенной пушки Блица. Частично там пульки попадали, конечно. Вау-джун он получал повреждения от моей встроенной пушки. Так, по факту, издалека крайне-крайне низкая эффективность огня. Так, кто здесь появился? Булорг прыгающий. А ты не с предыдущей, случайно, или катки? У Булорга спереди имеется щит. Опа-на. Здравствуйте. Так, отступаем, отступаем. Лаврируем, лаврируем. Корабли лаврировали, лаврировали. Типа мне нужно использовать укрытие, да? Все, у него отличная способность закончилась. Нажимаем ремонт, нажимаем нашу способность. И уже начинаем просто наглеть, жестить. Надо быстренько убить Хейдеса. А, потому что у него быстро кдшится щит, я говорил. И у него уже щит откдшился. Ну все, пиши пропало. Я что-то немножко не рассчитал свои возможности и возможности врагов. А чем занимается моя команда? Ооо, они у нас киберснайперы. Хотя нет, вон они не киберснайперы. Эти пошли в атаку, а эти, смотри, кемперят. Кемперасты. Да. Это уже игровой жаргон. КДшка, кемперочки. Ну, конечно, я исказил кемперочки, кемперастов. Потому что так веселей. Так, запилили Фенриры. Крипто, не крипто, от пулеметов умирают все. От боев. Они потому что несколько точны. Ну, прокачка такая неплохая. И точность плюс 20%. Но, повторюсь, для чемпионской лиги... Да, в принципе, в чемпионской лиге можно даже играть на пулеметах этих. Но на Раване. Почему на Раване? Потому что у них долгая КДшка пулеметов. И как раз Равана может... Когда у вас случилась неприятность такая, и вы не активны. Вы пацифист. Да. Вы не можете воевать, потому что у вас вооружение КДшится. Да. Нет пули по огоньу. 10 секунд. Это долго. Вы можете в астральных мирах побегать. Тем более, если пилот Арнав. Он дополняет еще одним астралом. Равану. Все великолепно. Бегаете по астральным мирам. В это время вооружение КДшится. Поэтому, в принципе, я на других роботов, да, особо пулемет это и не ставлю. Да, на Блица почему пулеметы не поставил? Ну, это будет абсолютно неактуально. На... Опа, ну, здрасте. Ни хрена себе. На Равану это нормально, а на Блица это будет ненормально. Ну что, давайте, я не знаю, что делать. Нажимаем ремонт. Сейчас мы это... Посмотрите, как запилился. Сгадил на работе. Работаем по щиту Артура. Пулемет имеет повышенный коэффициент. Давай, 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 давай. Но щиты что-то не лопаются, да? Крепкий, крепкий Артур. Так, берем Титана, быстренько сменить робота. Сразу разрешение на взлет. Проклинаем. И Артура задалбливаем просто. Трата-та-та-та-та. Бой закончился. У нас половина команды была кемперочков, и мы один хрен бой затыщили. Мне возникает вопрос, а кто был вообще у врагов? Все кемперочки, что ли? Смотрим. Вообще 25. Ну, самого лучшего. Давайте посмотрим. Бриллиант 3. И он с Сайоса у нас. Или с другой платформы. У нас все платформы уже вместе играют. Не могу посмотреть, полетели дальше. Карта. Еще раз, это же самое выпало. Поверплент называется. Еще и любуюсь Блиссом. Обожаю модельки в игре Воробос. Высокое качество. Высокое качество. Я смотрю, враги какие-то в этом бою более активны, чем в предыдущем бою. В предыдущем бою они спали. Так, кто сюда бежит? Сталкер. Сталкера мы завалим вообще без проблем. Он пошел в невидимость. Давай, 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 давай. Через чур рано Братюнин пошел в невидимость. Захватывает маячок. Нажимаем на способность. Бамс, 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 бамс. У меня работает сопротивление урона. Сейчас, напоминаю, 50%. Соответственно, отобрали мы маячок. Сталкер, да и тебе надо было уходить. Опа, она взлетела. Да, я спрячусь. Подвинься, подвинься. Сталкеру нужно было уходить в невидимость. Попозже. Вот к маяку подошел или на маяк встал уже, да. Даже не так. Когда есть угроза захвата, ну или отбивать маячок, или угроза получить дамаг, да, от кого-то. Соответственно, уходишь в невидимость. Даже ему, в принципе, маяк, маячок надо было захватывать без способности. Не нажимать способность. Если все спокойно, да, маячок захватывается, все. Способность на крайний случай только. В крайнем случае использовать. Так, мочим хоков. Там сзади фенрир. Ой, фенрир. Фалкон. Вообще пофигу на фалкона нам. Нам нужно хоков мочить. Хокки чрезвычайно эффективные дамагеры. Нифига тут хоков. Я вообще хоков разваливаю, посмотрите. Хокки вообще лопаются бы. Эту всю команду разнес на одном блице. На магнумах дохлых. К сожалению, мы потеряли маячки. Так, берем нашего героя. Ну, не героя сегодняшнего обзора, просто герой. Классный, классный, прекрасный робот. Так, ускоряемся. Что-то как-то все медленно, медленно происходит. Давайте еще раз возьмем ускорение. Одно ускорение оставим. Прозапас. Запилили. Запилили. Так, так. Кто здесь у нас? Иди сюда. Орочи что-ли там? Кто меня проклял? Что за невер... Опа-на. Ты откуда нарисовался? Это вообще... А, понятно. Маяк был красным, он успел появиться. Запилили. Все, минус. Орочи. Обойму сбросили, все, пошел в астрал. Я специально ждал, пока, соответственно, сброшил обойму. Хотя уже по мне стреляли, да? Опять мы маяки теряем. Да что за команда долбанав-то? Я вот говорю, с самого начала было видно, что враги какие-то прям чрезвычайно активные. Актив. А у нас какой-то пассив. Ну, этот маячок никто не обороняет, поэтому я пойду сюда. А там Ауджун. Чрезвычайно активный. Нажимаем ремонт. Запиливаем. Давай, братюни, минусуйся. До свидания. Так, маяк захватил. Ты хочешь маяк покрасить? Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Он ко мне телепортируется. Давай, до свидания. Давай, давай. Давай, давай. Я нахожусь в укрытии, да? И не получаю повреждений. Ну, правда, сбоку. У меня кто-то там долбит, блин. У него там чиподроны хорошие. Ты еще меня долбишь? Это Фафнир. Фигсоники, какую лигу меня сейчас запихали? Мы такие посмотрели. А, что-то Киберсоник набил 3 миллиона урона, да? Надо сейчас ему запихать к чемпионам, к донатерам, да? Не, не надо мне к донатерам пихать. Не надо. Так, Фафнир приземлился. Я нажал ремонт. У меня возросла атака. Ну, и, соответственно, повреждения получаю не сильно много. Ну, за счет ремонта, соответственно, происходит регенерация. Так, нажимаем Астрал. Хотя бы ему не сбросил. А, все, проиграли. Ну, вот и бои, да? Странный подбор. Крайне странный в игре Варобос. Ну, в принципе, как и в других онлайн-играх. Пример яркий. Это World of Tanks. Там вообще просто люди матерятся на подбор. Вообще, кто эти люди? Кто вот эти вот все снизу? Я даже не знаю. Чем вы занимались? Вообще не умеют играть. Кто здесь? Сколько? Покажи. 2 400. Он вообще должен быть супер-мега-тащером. Ну, должен быть героем этого боя. Затащить катку. Я хрен его пробит. Ты что там в Бартюне делал? Весь бой в носу проковырял. Ты у нас кто? Покажи. Яви себе миру. Позорник. 1475 у него побед. Ангар тоже охеревший. Ноденсы. Что они делают, я не знаю. На этом, друзья, все. Удачи вам прокачки. Покеда.